Конечно, все это будет заслуживать более серьезного анализа, но вот по первому впечатлению скажу, что вот происходило на доске. У нас, как и во всех белых партиях Фабиана Курана до того, случился варант Рассалима, но вот на четвертом ходу произошло важное изменение. Не стал американец бить на c6, сыграл 2-0. Ход встречается все равно очень часто, слон g7, ладья е1, и тут у черных есть несколько возможностей. d6 неплохой ход, конь f6 самое распространенное продолжение, ну и e5 тоже встречалось довольно часто. И здесь после e5 Фабиана избрал достаточно редкий гамбит b4, хотя это не является каким-то серьезным откровением, но все-таки не каждый день ты увидишь в матче на первенство мира, что белые жертвуют пешку, ставят ее под два боя уже на шестом ходу. Это вполне реальная жертва, то есть во многих вариантах белый материал сразу отыграть не могут. Ну и здесь cb с большим запасом основной ход, но судя по всему Магнус был не то чтобы готов к ходу b4, но по крайней мере где-то, видимо, может быть задолго до матча его команда этот ход смотрела. Поэтому Магнус, видимо, вспоминал и сыграл какой-нибудь b4, слон b2, а следовало a6. Это принципиальный ход, который наверняка обретет большую популярность в будущем, потому что до этого чаще играли ферс c7. После a6 отступление белого слона, скорее всего, не дает белым перевесок, как минимум. Идея Курана заключалась в ходе a3. И здесь после ab, ab, владя a1, слон b1, получилась весьма интересная ситуация, которая с практической точки зрения очень опасна для черных, но Магнуса спас тот факт, что он это все смотрел долго. Хотя есть, повторюсь, серьезная вероятность, что довольно давно. Последовал точный ход d6, и на bc черные не стали даже пытаться цепляться за материал, сыграли конь e7. Здесь на каждом ходу белых и черных есть уклонение, но достаточно логично при этом играли оба шахматиста. Последовало ферз e2. Здесь на короткий момент нам показалось, что белые завладели перевесом, потому что на все логичные ходы просто забирается пешка на b5, и белые там давят. Магнус, совершенно не боясь призраков, сыграл b4. Такой ход, не зная, сделать очень трудно, но к этому моменту, я думаю, уже даже Фабиано понял, что его дебютный выбор для соперника большим сюрпризом не стал. Вот мне кажется, что если вдруг этот вариант повторится, хотя я в это не особо верю, то усиление со стороны белых последует именно в этот момент. Здесь есть другие возможности, можно взять на d6, можно сыграть ферз b5 шаг, но Фабиано сыграл ферз c4, и Карлсон продолжил играть по своему анализу, последовало ферз a5 с двойным ударом на пешку c и слона a1. Белые должны идти по прямому фоксированному варанту. Здесь после конца c6 очень интересная возможность d4 была, но Магнус ее избежал. Произошел размен ферзей на поле c7, конца c6. И здесь, скорее всего, было несколько путей к получению, ну, полноправной, даже больше, чем полноправной игры за белых. Мне кажется, что объективно сильнейшим кодом было d4, и там в ряде вариантов черные сохраняют ничью, но именно им нужно фиксировать этот ничейный результат, именно им нужно бороться за вот эти пол очка. Вместо этого Фабиано завершил довольно серьезную неточность, сыграл c3 после короля d7. Вместо цб ладья a8 оказалось, что, несмотря на лишнюю пешку, именно белые здесь должны спусаться. И вот после этой допущенной неточности снова претендент заиграл довольно сильно. Надо вообще отметить его оборонительные способности в этом матче. Довольно неожиданно для меня момент. В дальнейшем атаковать его путем слона f8 или ладья a4. Ну, и здесь простое развитие белых вроде конь d2 наталкивается на сильное возражение ладья d8. Поэтому пришлось бы королю искать неочевидный ответ вроде конь g5. В этом случае он сохранял бы серьезные шансы на спасение. Ну, после король b6 нашел здесь итальянец перестройку, сыграл слон d2. Конь после этого быстро-быстро поскакал на поле d5. Ну, и соперники, видимо, общими здесь усилиями соорудили такую вот разгрузку. Конь c3, конь b4, конь d5. Произошли размены на d5. Ладья b1, король c3. Я b7. Здесь последний был шанс для того, чтобы отступиться у чемпиона мира. Он мог взять на d3 с темпом, угрожая матом по первой горизонтали. Но здесь после простого ответа конь f1, ладья d8, конь d8, ладья c7. Несмотря на то, что у черта сохраняется лишняя пешка, только белые могут играть над кипедой. Причем шансы на это весьма серьезные. Магнусу здесь пришлось бы отрабатывать ничью. Конь d8 вместо этого последовал намного более точный ход, потому что после короля d3 черные получают оптимальную координацию собственной ладьи и короля. Здесь они не рискуют. После короля f1, h5, h3. Магнус понял, что раскрутиться без материальных потерь он не сможет. Сразу отдал пешку на f7. И здесь соперники по сути согласились на ничью. Отметим последний момент. После f3, судя по всему, ну вот я проверил уже с помощью компьютерных программ. После f3 черных, единственный ход, который надежно держит равенство, это h4. Мог бы королевой использовать эту возможность, но он сразу взял на f7. И после по f7 на f7 слон f6 g4 последовало предложение ничьей со стороны белых, которое было принято. Счет матча после пяти партий 2,5 на 2,5. Следующие две партии чемпион мира сыграет белым цветом. И мы продолжим наши трансляции уже завтра. Оставайтесь с нами. Тебе слово, Кирилл. Да. Всем спасибо за внимание. Приходите завтра в это же время, в 18.00, но, наверное, без 10, да, без 15.00. Мы с удовольствием начнем трансляцию. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Show must go on.